Всем добрый день, уважаемые гости и подписчики моего канала. После сбора урожая картофеля не стоит забывать об уходе за землей, ведь картофель забирает очень много питания. Поэтому, чтобы не потерять плодородность почвы и получить в следующем году полноценный урожай, уход за почвой не стоит откладывать. У многих огородников нет возможности чередовать культуры, и они выращивают картофель на одном и том же месте много лет подряд. Но в идеале почва, конечно, должна отдыхать 2-3 года. Но для того, чтобы почва быстрее восстановилась, на этом месте высаживают седираты. И вносят перегной, а также минеральные подкормки. Итак, что же конкретнее нужно сделать после сбора картофеля? Для начала нужно убрать все остатки ботвы и сорняков. Землю нужно разровнять. Если посадки были сильно заражены проволочником, нематодами и болезнями, почву обязательно нужно обработать после сбора. Для этого можно взять 5-процентный раствор железного купороса. Для приготовления на 2 литра теплой воды нужно взять 500 грамм порошка железного купороса. Хорошо перемешать, перелить в пластмассовое ведро и довести водой до объема 10 литров. Или сделать крепкий раствор марганцовки и полить им. Дальше где-то через 5-7 дней для поддержания здоровья почвы можно заселить почву триходермы или сенной палочкой. После чего для восстановления плодородия почвы нужно посеять седираты из группы бобовых или крестоцветных. Картофельными седиратами считают горчицу, люцерну, клевер, люпин, фацелию и горох. Они лучше всего в дальнейшем восстанавливают содержание фосфора и азота в земле. Но при исходах они много берут из земли азота. Поэтому перед посадкой следует нести где-то 10 грамм очевины на 1 квадратный метр, либо травяной бродилки или немного навоза. Плотность посадки должна быть где-то 200 грамм на 10 квадратных метров. На этом пока все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.